Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июля, у нас уже неделю идут дожди, делать в огороде ничего не дают. Вот в перерывах между дождями, там 30-40 минут, выхожу скорее, чтобы немножко еще подвязать. Видите, вот я стою сейчас, некоторые уже выше меня выросли томаты, они разваливаются, их надо немножко подвязывать, может быть уже какие-то верхушки пора прищипывать. Выйдешь утром, пар идет изо рта, и вот сейчас уже ближе к обеду, но так темно, что кажется, что вечер, очень плохая погода. Я каждый день, как только перерыв в дождиках, выхожу, сейчас я вам покажу, и стараюсь все-все листики, которые внизу, удалять. Потому что, видите, пока они еще себя чувствуют хорошо, видно, что вся ботва зеленая такая, но насколько их хватит, вот этого терпения у томатов, я не знаю, потому что холод и сыро, и я стараюсь, видите, как заголяю все равно, даже вот там среди рядов, нижние плоды, чтобы в то время, когда... Ой, сейчас, подождите, вылезу от сюда. Когда выйдет солнышко, чтобы они немножко хоть прогревались на солнце. Я вот здесь показывала уже начало ряда, как я здесь обрезаю, и вот так я, как только дождь прекращается, вот здесь я обрезала уже давно, потом дожди начались, но невозможно было вообще ливни. И я вот вчера ходила, обрезала все старые листья, стараюсь удалять. Видите, вот этот ряд идет. Внизу зависть это уже хорошая, но они под листьями даже не видны были. И я вот все-все-все их оголяю, потому что жалко, зависть такая хорошая. Можно даже сказать, ну что нормально, они уже сформировались. И как всегда, парадокс природы. Когда они наливались, нужна была влага, стояла жара, воды было недостаточно. Теперь, когда они налились, и им, казалось бы, нужно солнце, чтобы они набрали сахаристость, чтобы они побыстрее поспели, наступили дожди. Вот дожди сейчас, конечно, они совсем нам не нужны, но идут дожди, куда деваться. И я прохожу каждый день, смотрю, как они выглядят. Ну томаты выглядят вроде бы хорошо. Сажик, ты как всегда тут как тут. Тут вот у меня и синие. Я, главное, меня расстраивает, не потемнела бы ботва. Но ботва вроде пока зеленая, и я по всем рядам прохожусь. Проверяю плодики. Вот тут еще нужна подрезка. Вот это вот у меня тут высокорослые, которые поодиночке посажены. Ботва вся хорошая, зеленая, все. Но вопрос, насколько ее хватит, холод, дождь, и все вы знаете, и каждый об этом думает с наступлением дождя, что как бы не пришла фитофтора в такую погоду, как бы весь этот урожай, который мы с таким трудом... Ой, кошки все пришли, услышали мой голос. Которые мы с таким трудом тут выхаживали, и в весенние заморозки, и в жару. Все вроде бы уже получилось, все завязалось. Завязалось, но дожди... Ну, дело в том, что, да, в такую погоду, вот многие у меня спрашивают, как обрабатывать. Обрабатывать даже смысла нет. Я ничем не опрыскиваю, ни натуральными препаратами, ни химическими. Потому что опрыскаешь, тут же смоется через 15-20 минут. До дождя надо там 2 или 4 часа, чтобы он высох на листьях препарат. У нас сейчас этой возможности нет. Будем просто молить Бога, чтобы помидорки не заболели, и все вызрели. Кисти хорошие, и жалко даже, что если будет дождь без перерыва. Вот показала вам, как выглядит огород мой сегодня, какая у нас погода. В принципе, результатами, вот сейчас, на конец июля, сколько завязей, какие томатики. Результатами я довольна, но в будущее, конечно, смотрю с тревогой. И тут вот начали спеть вот эти вот пятнистые малыши. Все. Пойду. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это была прогулка по моему огороду. Показала вам, что у нас дождь сыра и холодно. Что я удаляю нижние листья. Желательно, чтобы земля была вот так вот, как я делаю, так чистая земля. Так хотя бы она продувается. И если выглянет солнце, ну вот не выглядывает у нас пока, то она хотя бы, солнце, будет немножко подсушивать эту землю и не даст сильно распространяться в фитофторе. Ну все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok